всем привет 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 с вами елена в гостях на моей кухне и сегодня я хочу предложить вам два рецепта шашлыка это из свинины и из корочки как вы видите я в квартире и не в загородном доме дело в том что мы решили 9 мая спраздновать не в загородном доме почему потому что все равно будут грядки а если мы не будем там значит и мы отдохнем я отдохну такое решение было что мы сделаем шашлык и поедем куда-нибудь в лес в подмосковье много мест есть чтобы не быть занятыми потому что обязательно чем-нибудь начну делать в огороде у меня болит все девчонки я загорела если вы видите очень сильно болят мышцы болят косточки даже кутикула на пальчиках поэтому я решила отдохнуть у меня готов весь сад чистый весь вылизанный осталось только до высаживать много чего мы с вами будем вот со вторника я буду снимать как сажаю я лук как сажаем морковку свеклу и начнем как говорится все уже цветники уже доделать все высаживать девочки ну это небольшое вступление такое было если там у вас будет слышен шум там у меня сына прямая трансляция с друзьями то не обижайтесь потому что у нас все вот так вот дело в том что мы послали одного гонца за кефиром но этот конец очень долго почему-то идет и поэтому я вам покажу уже буду снимать потому что время идет но сюда вот в куриные шашлыки сейчас покажу вам сюда нужно будет кефир но у меня его сейчас нет я уже старюсь послали гонца но конец почему-то долго очень идет и мы начнем свинина и свинина я покажу вам первый рецептик и дело в том что я делала из баранина на 1 мая но сейчас я не буду делать но я вам все равно рецептик сделаю начнем это у меня свинина я ее нарезала кусочками кусочки не должны быть маленькие кусочки должны быть большенькие почему потому что маленькие кусочки у вас высохнут они не будут сочными такие большенькие ну если вы видите нам у меня в ручках вот они видите как вот знаю измерять она не будут на такие вот кусочки это у меня тут шейка вот и тут у меня где-то килограмм кирот по моему 200 может быть так грубо говоря вот почему я выбираю немножечко с жирком самое вкусное мясо для шашлыка это естественно у нас будет шейка очень нежная но можно в принципе из всего делать это ваше дело а вот так значит я нарезала кубиками выбираем специально такой тазик такой как бы контейнер который вы сможете вести его прямо если вы поедете куда-то в лес да если в сад вы вытащите то тоже должен быть контейнер так дальше что я делаю я буду делать свиного никогда не делаю шашлык с майонезом это неправильно никогда не делаю я делаю шашлык из курицы вот здесь вот у меня бедрышки я их делаю с кефиром кефир беру однопроцентный можно и побольше брать ничего страшного потому что курица лучше со вкулу имеет в общем приобретает вкус вот этого кефира вкуснее курицы получается в общем так я не знаю как вам еще объяснить я думаю что вы меня наверное поняли вот она делается такая вот нежненькая такая ну очень вкусная попробуйте если кто не пробовал что многие уже делают это не секрет я делаю лично уже давно вот так что пока нет кефира пусть это стоит если придут хорошо если принесут не кефир если нет я вам покажу сколько там чего и в общем вот у меня тут лук я нарезал лук по одной на килограмм я кладу одну большую крупную луковицу вот здесь у меня 2 я высыплю сразу на курочку вот чтобы курочка тут у меня была с ручком вот таким образом вот здесь это меня значит идет куриный здесь у меня идет свиной дальше здесь у меня вот приправы в этой баночке специально для шашлыка вот для шашлыка приправы которые идут на свинину на свинину только на свинину и такие это смесь трав написано специально для шашлыка можно собирать свои как-нибудь я вам покажу и вот на килограмм от мяса вот этого я у меня тут не то что килограмм тут кило кило 100 кило 200 я вот не помню надо было посмотреть по чему просто быстро быстро покупали много и не помню точно вот и я кладу одну столовую ложку сверху свинина это очень любит вот так вот вот таким вот образом в куриный сюда я не кладу эти специи я положу совершенно друг и и специи туда которые специально для курицы они везде одинаковые так дальше что мы делаем сюда я солю я всегда делаю на на глаз вот на вот эту часть как бы этот килограмм с небольшим я кладу пол чайной ложки пол столовой ложки даже чуть ну половина столовой ложки в общем вот так вот таким образом потому что надо чтоб хорошо просолился куски большие и лучок тут есть и все это мясо заснимала половина столовой ложки когда он у меня отлежит и там часик другой я тогда только проверю если мне нужно будет еще добавить соли сразу я не добавляю чтобы не перестали очень пол столовой ложки без верха вот так добавила потом еще добавлю так я конечно добавляю сюда сюда я добавляю соль по вкусу короче тут даже меньше добавляет курячий меньше добавляет и тоже потом вот попробую соль в кафтенского меня правильно я думаю поняли вино вино очень мне нравится всегда беру мускат евпаторийский евпатория очень хорошее белое сухое вино для мяса обязательно беру здесь 9 11 градусов и вот на это количество я не разбавляю вино я наливаю где-то 150 грамм вот этот стакан 150 грамм имеет наливаю вина сюда вот так вот посмотрите я его не разбавляю ну надо было конечно не смирить чтобы вам для точности сказать сейчас измерим значит вот это у нас литры сейчас измерим ну как я и сказала 100 грамм 100 грамм наливаю сюда вина вот так много не наливаю 100 грамм достаточно можно даже чуть меньше для если вы первый раз конечно же давайте мои хорошие меньше если вы первый раз но это очень вкусно поверьте мне это уже испробовано не один год это замечательно рецепт просто просто супер и размешаем все аккуратненько вот таким образом я оставлю его сейчас у нас уже вечер я оставлю его на ночь и утром мы раненько поедем за времени вот например пока не лягу спать я еще раз помешаю ну как посмотрю его вино будет расщеплять наши жиры тоже вино будет мясо наше сделается мягким нежным каким за счет вина она будет сочным и хорошие тем более на костре вот таком вот резком там ну а угли когда вот только-только они жаром такими и вот это вот поджарится вот эти вот кусочки и тоже сочность внутри будет такая но еще раз повторяю что куски должны быть как можно больше мои хорошие не надо маленький а то получится у вас сухой часто слышу говорят что не получается шашлык не получается именно по такой причине что вы нарезаете маленькие кусочки так все простите я накрываю вот этот контейнер я купила в фикс прайсе кто-то мне говорил куда так много значит контейнера покупаю а вот вам пожалуйста один здесь другой там третий там они везде нужны все значит мой шашлык свиной готов ничего такого больше я сюда не добавляю иначе это будет не шашлык просто у меня у нас были клиенты и сейчас они есть значит и их армяне значит грузии вот миша привет если ты меня видишь дорогой вот именно они на меня научили много-много лет назад как делать правильный шашлык потому что они имеют свою шашлычницу и не одну и там у них очень постоянные то есть у них все это идет на ура значит здесь белое вино соль приправа для шашлыков для мяса не для курица для мяса разные там смесь все и лучок и больше ничего главное чтобы они были покрупнее мясо выбираем любое хорошее какое вы хотите говядину свинину вот не любое но говядина или свинину вот так будем говорить потому что баранина готовится по-другому я баранина никак не делаю с вином ямчат рецепт всегда он тоже мы делали просто никогда было снимать девчонки там за городом там и родители все было мне не до этого было не для того что потому что никто не хочет чтобы я показывал поэтому муж меня извините часто задают вопрос чтобы я снимала дом там все я не могу я ни одна мы не одни живем поэтому я изменяюсь может быть придет время когда-нибудь покажу ну пока не могу это слишком очень такое ну хочу сказать не хочу на весь мир все показывать я показываю то что я считаю нужным пока мои хорошие так что не обижайтесь на меня все вот так вот я уберу уберу я в холодильник если вы хотите например через три часика меньше трех часов я не не советую никому держать шашлык если вы хотите через три часика то вы его оставьте вот здесь вот так вот на столе и за три часа вы периодически будете размешивать его перемешивать чтобы он хорошо равномерно значит пропитался вот если вы будете вот как мы то сейчас вот уже вечер я готовлю на завтра утром то я просто пока лягу спать несколько раз потом проснусь уточком рано еще раз помешаю и мы поедем все у нас значит шашлык сделал свиной и так здесь значит у нас курица не несут ничего добавляю я что сюда значит приправа для курицы это приправка для курочки добавляю сюда я ну не полную столовую ложку в общем вот так добавляю добавляю сюда лук здесь у меня соль я посолила я вам уже показывала что я солила курочку курочку тоже вот бедрышко я очень люблю бедрышко на кости вот и на две части вот разрезаю их прям бедрышко вот так раз вы вы же знаете как это получается и все и на косточке очень люблю она получается сочники на кино вкусно в общем конечно же я делаю еще из филе чисто покупаю без уже без кости уже никогда не делаю я вот таким образом на улице шашлык из грудки не получить не знаю не то что не получается просто не не нравится мне я делаю такой шашлык на шампурах значит деревянно делаю дома в духовке очень вкусно получается делала из утки очень вкусно получается из индейки особенность бедра индейки получается хорошо а значит и грудка курочки я не делаю вот так а то вы меня спросите можно из курицы можно из индейки или там еще можно очень здорово получается все вот сейчас я размешала как следует здесь и останется залить кефиром кефиром вот например вы разложили вот к примеру я показываю вам вот смотрите у меня разложена значит курочка здесь я размешала приправу лук и берете кефир и вот так вот разливаете прямо не мешаете больше не надо мешать вот так разливаете чтобы прямо было покрыто и потом ложечкой вот так вот сделайте чтобы вам убедиться значит покрыта ли ваша курочка кефира все накрываем крышечкой все точно так же и точно так же и оставляю на ночь очень вкусно с кефиром поверьте мне это не первый раз я делаю просто очень очень нежная очень ароматный вкусный получается курочка все не буду уже вам говорить об этом дальше потому что и ждать то не буду я потому что нет пока кефира я вроде как он сказал вот мне останется только кефир вы меня поняли как вот прослушайте хорошенечко значит видео все это из курочки и так поближе решила показать вам вот это уже готовый шашлычок посмотрите какая прелесть этой свинины это вот из курицы останется вот сейчас мне принесут кефирчик я залью кефирчиком обязательно вот прямо не размешивать себя вот так вот разливаете потом ложечкой вот так вот его как следует проверьте чтобы сверху было покрыто это очень вкусно в таком маринаде просто обалденно попробуйте вот с этом майонезом я не делаю мне не нравится если вы делаете то очень хорошо это на вкус конечно итак я же вам еще обещала дать значит и шашлык из баранины рецептик и вот такой вот рецептик у меня значит баранина один килограмм тоже я вот люблю вот так вот измерять мне так как бы удобнее на килограмм все рассчитывать рассчитывать и очень хорошо получается значит лук репчатый там идет много 3-4 головки это будет очень вкусно потому что они большими кольцами его можно тоже потом поджарить вот как-то такая вот сковородочка у меня есть специально на улице с ребристая такая я туда лучок мясо на наше на шампуры нанизим будем наниживать а оставляем значит этот лук потом этот лук я собираю и вот на эту сковородочку и чуть-чуть поджариваю тоже с дымком это просто обалденно вкусно и подаю к этому шашлыку значит бараньему красиво разложим вот так вот шампуры наше на тарелочку а сверху покрываю вот этим луком это очень вкусно и красиво получится значит баранина один килограмм лук 3-4 головки соль крупная по вкусу как я уже вам сказала и здесь тоже соль крупная черный перчик значит 0,5 чайной ложечки если вы не любите остро то чуть чуть меньше значит кориандр значит и на 1 килограмм баранины 2 чайные ложечки кориандра и смотрите сейчас вы скажете ооо киви две штуки киви попробуйте вы однажды попробовав этот рецепт вы никогда больше не попробуйте другой это очень вкусно значит лук нарезаем тоже такими средними полукольцами посыпаем лук солью и там получается так разминаем руками до получения достаточного количества количества сока вот я вам и говорю почему 3-4 головки сюда лука идет много значит вы как следует его руками перемнете что получилось вот достаточное количество сока для вашей для вашего килограмма баранины вот порезать значит киви кусочками и добавить в лук киви тоже пустит туда такой сок тоже будет прекрасно значит а мясо значит порежем очень крупно тоже как я вам уже сказала крупно очень крупно добавляем это мясо значит в маринад поперчить и оставить на нем на несколько часов как я сказал не менее трех часов потом нанизываем значит готовый шашлык на шампуры и делаем дальше и потом вот этот лучочек я как я вам уже сказал на сковородочку вот эту с ребрышками а он не горит потому что получается только вот эти бугры не дают конкретно прожариться луку а то же знаете получается как ребристый такой вот как на гриле вот значит он немножечко поджарится я подаю его сверху потом сверху еще посыпаю зеленом зеленью или зеленым луком или там укропочка чем хотите очень красиво будет и очень очень вкусно попробуйте мой рецепт шашлыка из баранины попробуйте еще мой рецепт рецепт шашлыка из свинины и мой рецепт шашлыка из курицы в дальнейшем я вам покажу еще несколько секретов у меня еще много есть значит видов шашлыков я буду делать еще шашлык из так из курочки я уже вам вот сделала значит и буду делать из утки покажу вам как это делается тоже очень вкусно очень много у меня есть три рецепта есть из рыбы потом запекать на улицу рыбу тоже ну в общем потихонечку я вам буду показывать все свои рецепты ну что ж мои дорогие подписчики мои девчули и мальчули я поздравляю вас с наступающим праздником праздником победы у меня лично дед умер когда уже победа была именно в тот день очень жаль до последнего дошел и умер один дедушка пришел без одной ноги долго очень болел вскоре тоже умер в общем у меня есть на то чтобы я праздновала помнила всех помним конечно не только я своих и вечная им слава за то что они сделали для нас чтобы мы сегодня жили и были счастливы и рождали детей и чтобы был мир и мирное небо над нашей головой с праздником вас мои дорогие отдыхайте потому что впереди у нас огород все пока пока вы были в гостях у елена меня в квартире в квартире